Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Стартап с нуля. В Бобруйске прошла встреча бизнесменов с молодежью. Такие моменты профориентации, которые помогут им встать на ноги, даже если они выбирают не бизнес, в любом случае очень полезны. Так в чем секрет успеха? Смертельное увлечение. В Могилевской области погиб 29-летний мужчина. 11 мая, находясь в гараже и проверяя рабочее состояние техники, он потянул за рычаг и запустил двигатель. Как так вышло? Чарующее великолепие. На улицах кипит работа по озеленению. Постоянно появляются новые цветочные композиции в нашем городе. Сколько планируют высадить цветов? А также углубленная интеграция, социальные льготы и горячая линия. КГК открывает короткий номер по вопросам централизованного экзамена. На что акцент? Александр Лукашенко встретился с губернатором Владимирской области. Президент убежден, первый визит Александра Авдеева в статусе руководителя российского региона позволит ему на месте быстро определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, а может и заключить новые контракты. Наше правительство ориентировано на то, чтобы оказать максимальное содействие, отметил глава государства. В ходе наших контактов с президентом России, Владимир Владимирович, мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции, производства и кооперации и самое главное импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается, даже больше того, чем мы ожидали. Считаю, в этом первую очередь должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, вы там с людьми. Все, что необходимо было принять, подписать главными государствами, правительствами, в основном сделано. Владимирская область уже заключила с Белоруссией более 10 договоров о сотрудничестве. Товарооборот только в прошлом году превысил 400 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем в 2021. Увлечение с риском для жизни. В Могилевской области погиб 29-летний мужчина. Пытался проверить исправность дельтаплана. ЧП случилось в агрогородке Вейна. Несколько лет назад изобретатель приобрел летающий аппарат и не раз поднимался на нем воздух. Известно, что он пытался усовершенствовать модель. Однако во время эксплуатации техника сломалась. 11 мая, находясь в гараже и проверяя рабочее состояние техники, он потянул за рычаг и запустил двигатель. Лопасти, которые находились в сложенном горизонтальном состоянии, начали вращаться и причинили мужчине телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Следственный комитет проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Воинский долг, сокращенный график и погодные качели. Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 17 мая. Сколько покажет термометр? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусская экономика справилась с санкционным шоком и перешла от восстановления к росту. Планируется, что ВВП по итогам года вырастет почти на 4%. Драйвером в первом квартале, как и прогнозировалось, стала промышленность. В отрасли подъем производственных и финансовых показателей. Величение реальной зарплаты и занятости. Экспорт достиг рекордной отметки в 11 миллиардов 700 миллионов долларов. В Беларуси отменили отсрочку от службы для тех, кто учится за рубежом. Но она предоставляется получающим образование за границей по направлению белорусских госорганов в рамках правительственных программ. Также снять воинского учета теперь могут те, кто оформил выезд для постоянного проживания за пределами страны. Изменены и сроки для зачисления в запас. В ближайшее время планируется сокращение рабочего дня для многодетных. Такую возможность рассматривает Минтруда. Главная задача – обеспечить баланс между семьей и карьерой. Поддержка от государства весомая. Выплачиваются пособия, выделяются льготы и оказывается материальная помощь. Большое подспорье – семейный капитал. В этом году сумма почти 30 тысяч рублей. КГК открывает короткий номер 191. Специалисты планируют узнать отношения выпускников и их родителей к тому, как проводится централизованный экзамен. В частности, интересуют моменты подвоза учащихся в пункты тестирования. И организация процесса проверки знаний уже в аудиториях. Дополнительно 18 мая будет запущена горячая линия. Дожди с грозами ожидаются в стране 17 мая. Во многих районах прогнозируются осадки и слабый туман. Днем порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Столбик термометра максимально поднимется до 27 градусов. В темное время суток – до плюс 15. Пасмурная погода сохранится до конца недели. Секрет успеха. В городе прошла встреча бизнесменов с молодежью. Дискуссионной площадкой для учащихся в колледже стал Белагропромбанк. Ребята узнали о том, с чего начинать собственное дело и как сделать его успешным. Опытные предприниматели рассказали истории личностного роста. Юноши и девушки познакомились с работой бизнес-инкубаторов. В Беларуси их уже 22. Такая помощь зачастую оказывается решающим фактором для выживания стартапов. Льготная аренда, консультации экспертов и юридическая поддержка позволяют оригинальным идеям воплотиться в жизнь. Важность таких встреч сложно переоценить, потому что любой студент думает о том, чем ему заняться в жизни. Каким бизнесом, либо это будет работа по найму. И такие моменты профориентации, которые помогут им встать на ноги, даже если они выбирают не бизнес, в любом случае очень полезны. Сегодня Белагропромбанк активно помогает бизнесу финансированием. Действует информационная и экспертная поддержка стартапов, представителей малого и среднего бизнеса. Функционирует сеть коворкинг-пространства для начинающих предпринимателей и развивающихся компаний. Сальвии, петуни и бархатцем. В Бобруйске кипит работа по озеленению. В планах высадить 700 тысяч цветов, плюс восстановить более 3,5 гектаров газонов. В проекте новые флористические композиции и малые архитектурные формы. В оранжереи побывала Татьяна Горбач. С приближением лета Бобруйск преображается и расцветает на глазах. Середина мая – горячая пора для коммунальных служб. Работа кипит вовсю. На Георгиевском проспекте устанавливают 41 чашу с ампельными пеларгониями, петуниями и гелихризумом. На выезде из города Уфандока также трудятся работники ДЭПа. На разделительной полосе, словно стойкие оловянные солдатики, выстраиваются 87 шаровидных туй. На нашем участке озеленения работают лучшие специалисты. Они всегда занимаются подбором новых видов растений, цветов, осуществляют качественный уход за ними. Также у нас работают люди, которые занимаются разработкой новых клумб и планировкой. Новые флористические композиции и современные архитектурные формы, несомненно, порадуют бобручан. В планах коммунальщиков посадить 700 тысяч цветов, 4 тысячи деревьев и столько же кустарников. Плюс восстановить более 3,5 гектаров газонов. Я очень часто гуляю с малышом и очень рада видеть, как распускаются новые цветы и постоянно появляются новые цветочные композиции в нашем городе. Все достаточно у нас зелено, красиво, ухаживают за цветочками. Поэтому наша задача только поддерживать эту красоту. Мы приехали с Минска погостить. Нам нравится Бобруйск, здесь очень красиво, клумбы красивые, цветы везде, везде зелень, деревья, люди добрые. Даже планируем переехать сюда. А появляется все это великолепие на улицах благодаря титаническому труду агрономов, садоводов и работников зеленого строительства. В оранжереи площадью в гектар выращиваются однолетняя цветочная рассада, комнатные растения и на срезку. Всего около 300 видов. Во флористическом раю прекрасно уживаются бегонии, сальвии, цинерарии, рязании, альстромерии, розы, канны, пеларгонии и кактусы. Чтобы вырастить такую красоту для города, нам нужно вложить много очень сил, внимания, любви к этим растениям. Это наши дети. Мы их любим как детей. Рассадой начинают заниматься еще в декабре. Тщательный уход, пикировка, черенкование, подкормка, а после высадка на клумбы. На этом работа не заканчивается. Дары флоры агрономы будут поливать, удобрять и полоть весь сезон. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Связь поколений. В городе прошел выездной президиум Республиканского совета ветеранов энергетики. Встреча состоялась на базе филиала «Бобруйские электрические сети». В формате открытого диалога участники обозначили основные тенденции взаимодействия организации с профсоюзом. Плюсы здесь же обменялись опытом по наиболее важным направлениям развития белорусской энергетической системы. Организация включает в состав свой более 22 тысяч ветеранов, работающих и неработающих. Внимание было оказано работе ветеранской организации, в частности областной Могилевской и республиканской. Нам очень важно не потерять эту связь с нашими ветеранами, так как их опыт, которым они обладают, бесценен. И нам очень важно связать их опыт и молодые наши перспективные силы для того, чтобы энергетика, как всегда, работала стабильно и надежно. После гости посетили курган славы в деревне Сычково. В знаковом месте руководство профсоюзной ветеранской организации возложили цветы к подножию мемориала, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!